Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свою программу и сегодня пятница, время 9 часов 30 минут по Чикаго, 18.30 в Москве, у нас на связи Александр Алимов, человек с которым мы беседовали на прошлой неделе, мы не закончили программу, это использование своих способностей, ну в данном случае будет речь идти о детях, правильно Александр, здравствуйте? Да, 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 добрый день, да, о детях. Ну Владимир, пожалуйста, вам слово, продолжайте вы. Александр, я бы хотел, ну прежде всего спросить вас, в каком контексте нам лучше начать разговор о детях, очевидно пойдет речь о том, что, ну, все дети становятся взрослыми, нужно понимать, как правильно образовывать их, растить, воспитывать для того, чтобы затем была у них успешная жизнь. Ну, я бы сказал так, в прошлый раз мы обсудили о том, что уже с маленького возраста сейчас дети, да, что я говорил, что я поражаюсь уже их способностями. То есть это какие-то особые дети? Да, это особые все, причем дети, сейчас рождаются они с очень ярко выраженными способностями, то есть все это происходит из-за того, что будет идти переход, вот, да, и детей в ускоренном режиме готовят. А что вы имеете в виду под переходом? Переход в нетелесный, то есть когда уже человек не будет иметь своего физического тела. И как скоро это может произойти? Никто не знает. Я немножко промолчил, что-то. Понятно. Но детей к этому готовят. И можно ли назвать, вот есть такой термин известный, дети индиго, вот это об этом, это характеризует как-то вот цвет и хауры? Ну, это раньше было, дети индиго, сейчас дети рождаются уже, я смотрю по своему сыну даже, и по другим детям, когда я бываю в детском саду, забираю своего сына, да, либо мы идем где-то по улице, вот, и я смотрю, что дети, у детей настолько это явно выражено, то есть это не определенная группа лиц детей, да, как было раньше, индиго их называли, это была некая небольшая определенная группа детей, у которых были ярко выражены способности, да, их проверяли ученые, их проверяли экстрасенсы и так далее, то есть сейчас они все идут уже, то есть когда ты смотришь, как они видят тонкий мир, ты поражаешься, насколько это ясно все происходит, то есть я бы сказал так, переключение видения, если сравнивать у взрослого человека, да, то мы все равно как-то пытаемся концентрироваться, концентрируемся, переключаем видение на тонкий мир, там, на астральный и так далее, то есть, вот, то им этого делать практически не приходится, то есть это все происходит настолько, ну, как смешиваясь даже мгновенно, что поражаешься, то есть любой приход, даже, там, это может быть, там, моему, к примеру, учителя, да, у меня сын ощущает очень резко это, очень быстро, то есть когда я выхожу, к примеру, ментальным телом, вот, он это тоже ощущает, то же самое, когда я захожу, даже когда он спит, он просыпается и говорит, вот, показывает папа, показывает наверх, то, что я спускаюсь к твоему телу, вот, вот до такого, вот, и я бы, наверное, хотел поговорить о том, что сейчас, ну, и вообще родители пугаются этого, они думают, что, ну, в угоду религиозным течениям, которые их запугивали не одно сотни лет и говорили, что эти способности, там, от дьявола и так далее, нет, я бы сказал, все это неправильно, потому что религия не понимает основ, которые там происходят, вернее, даже понимает, но не хочет принимать это, да, потому что они имеют определенную власть здесь, на земле, и оспаривать ее они не дают никому, то есть, вот, и поэтому родителям я бы посоветовал не пугаться, когда у ребенка проявляются такие способности, это могут быть разные, он начинает придумывать идентифического себе, ну, даже не придумывать, а появляется какой-нибудь, да, к примеру, дух, и ребенок говорит, что вот у меня появился друг, ну, как бы мифический, да, который ему подсказывает и так далее, то есть, и причем подобные хранители у детей, они настолько грамотные, что ребенок начинает очень быстрое развитие, и я это вижу не только по своему ребенку, но вот у меня у ученицы есть племянник, то есть, в столь юном возрасте он настолько грамотен, настолько грамотные вещи говорит, что ему передает его, как бы, наставник, да, вот, что я, честно, я поражаюсь. И родителям бы я бы посоветовал не бояться, здесь нет ничего страшного, все, что вам рассказывали, религиозные течения, все совершенно в корне неверно, мы все не находимся на кладбищах, потому что в основном я слышу такую версию, то есть, для них нет хорошего и плохого, для них все есть плохое. То есть, даже если человек с добром к тебе, да, и с добром относится, добро делает, для них это все, как бы, в корне, как бы даже сказать, все табу, то есть, все под запретом. И, соответственно, когда происходят различные процессы, так называемых, священных действий, как они это называют, да, они блокируют детям их способности. Да, потому что в свое время они накопили огромный источник знаний, эти знания копились не одну сотню лет, и религиозные течения, так могу сказать, действительно очень тесно. И сейчас, раньше сотрудничали как раз, как бы это даже назвать, с людьми неординарными, да, со способностями. Они узнавали у них всю информацию, вот, ну и так далее. Вот, поэтому религиозным течением нужно, я бы так сказал, контролировать людей. Что, на мой взгляд, конечно, неправильно, потому что манипуляция людьми, ну, никогда ни к чему хорошему не приводила, на мой взгляд. Я, конечно, не хочу никого обидеть, никакие религиозные течения, я стараюсь ко всем к ним относиться хорошо, но я вне всех религиозных течений совершенно. То есть, когда я разобрался, что к чему и как вообще, вот. Вот поэтому как-то так. Ну, а родителям я бы советовал, когда проявляются такие способности у ребёнка, не стараться их заглушать. То есть, говорить, что ребёнок ненормальный, он не от мира всего, как-то этого пугаться. Это ваш ребёнок. Примите его таким, как он есть, с его ярко выраженными способностями, он будет жить с ними, и никто всё равно до конца не сможет их заблокировать. Да, ребёнок, когда вырастет, он всё равно это активирует. Вот. И ещё ни одному религиозному течению не удавалось окончательно то есть, это всё привести в действие. Да, когда человека вообще полностью вводили от этого. Вот. Ну, поэтому вот как-то так. То есть, можно ли сказать, что религиозные течения были чисты, скажем, были близки к источнику в начале своего возникновения, а потом по разным причинам произошли искажения, и на сегодняшний день это уже совсем другая история, и нужно относиться к ним осторожно? Ну, я бы так сказал. Если мы заглянём в корень всего, что происходило, да, и мы посмотрим, например, на Будду, на Иисуса, то они жили аскетичным образом жизни. Один жил в лесу, другой жил в пустыне. Да, они путешествовали, они развивались, они общались с людьми, они делились с людьми зданиями, но никто из них при жизни не создавал ни религии, ни храмы себе. Они, наоборот, от этого уходили. То есть, и говорили, что им не нужно идолопоклонствовать к себе отношению, да? Но когда вот они умирали, уже тогда люди сами создавали эти религиозные течения. Поэтому, уходя от первоначального пути, который как раз и задавали такие действительно просвещённые люди. Я не буду сейчас многого касаться, что я знаю на самом деле, вот. Потому что потом будет шквал, наверное, так, агрессивно настроенных людей. С разных теми или иными. Которые верят в религию, да. То есть, я не заставляю их не верить. Если человек хочет в это верить, он верит, несмотря на то, что ему говорят. Но я всегда пытался докопаться до правды, узнать, как оно на самом деле, что, почему и так далее. Я никогда не брал всё на веру. То есть, вот, моё состояние называется состояние полной осознанности. Когда ты всё проверяешь. Ты не веришь даже своим учителям до определённого момента. Да, когда ты находишь подтверждение в практиках, подтверждение тому, что они говорят. И то, я так могу сказать, я проверял не один раз, чтобы начать доверять им. Да, когда, к примеру, у меня ментальным телом получилось полечить первый раз. То есть, я это свёл на то, что, ну, я находился здесь в Краснодаре. То есть, я садился в медитативное состояние, выходил из тела, перемещался в Москву. Да, я полечил человека. На следующий день он мне пишет, всё, как бы, всё хорошо, всё здорово. Вот. Тогда я свёл то, что, ну, может быть, таблетки помогли, как бы, да. Потому что у человека было, ну, простудное заболевание очень сильное. Получилось так, что один клапан сердца стёрд, и антибиотики, которые человек начинает пить, сразу бьют на сердце, и человеку вызывают скорую. Скорую, капельницу и так далее. Потом второй раз уже человек ко мне обратился, уже спустя какой-то период времени. Опять я полечил, опять всё хорошо. Да, потом другой обратился, да. И уже вот на третий раз я уже, ну, не, ну, как получается, сомнения пропали. Потому что, ну, как нужно туда не верить? Если хорошо, окей, первый раз, там, помогли таблетки, там, и так далее, да. Второй раз я подумал, что, ну, может быть, какое-то минимальное моё влияние было, да. То уже на третий раз, ну, наверное, у каждого скептика пропадёт, наверное, не веря не в себя. Когда он увидит собственный результат. Ну, поэтому как-то так. Хорошо, давайте вернёмся к теме детей. Вот в контексте того, что вы сказали в отношении религиозных течений, вот, конфессий определённых, как лучше воспитывать детей по отношению к религии? Это должно быть какое-то совершенно другое воспитание, не связанное с религиозным. Должны быть совсем какие-то другие постулаты, независимо от того, в какой среде воспитывается ребёнок. Скажем, он рождён в исламской стране или в христианской стране. Вот как лучше поступать родителям сейчас, тем более в преддверии каких-то серьёзных событий, о которых вы упомянули по поводу того, что, может быть, в скорости мы будем выходить из тел? Я бы, наверное, посоветовал, прежде всего, не навязывать своё собственное мнение, потому что мнение зачастую бывает очень искажённое. Я бы посоветовал так, познакомить сначала своего ребёнка со всеми религиозными течениями, рассказать ему обо всех религиозных течениях. Да, не пытаться придумывать что-то, пытаться с ним говорить как можно честнее и откровеннее. Он такой же человек, и, поверьте, они понимают не хуже нас. Зачастую даже больше, чем мы думаем, они понимают. И они больше сообразительнее, чем мы. В них нет агрессии, в них нет корысти, какой-то ярости и так далее. То есть стараться с ребёнком максимально говорить открыто. Да, и давать ребёнку, прежде всего, выбор. То есть я не стал насильно, к примеру, делать какие-то вещи по отношению к своему сыну. Я думаю, он подрастёт и решит сам, как ему, что двигаться. А пока, если иногда религиозные течения говорят о том, что мы ставим некие барьеры защитные для того, чтобы обезопасить ребёнка. Ну, я думаю, я сам смогу своего ребёнка защитить, и что и делаю, соответственно. Что к нему никто не может прицепиться, никакая сущность и так далее. Ну, поэтому как-то так. А можно ли говорить о том, что сегодняшние дети, находясь на вот этом высоком уровне, о котором вы упомянули, вообще в состоянии сами чему-то учить родителей? Может быть, наоборот? Да, да, да. Вот стать взрослым я бы посоветовал поучиться у своих детей. Вот выделить, наверное, пару дней, понаблюдать за своими детьми, за их поведением, за их отношением, за то, что они делают, как они говорят, как они себя ведут. Вы поймёте, что нам действительно есть очень много, очень много учиться. Вот вы сказали, что дети все стали особенными. Можно ли обозначить какой-то временной интервал, когда это произошло? То есть вот о каком возрасте детей идёт речь? О родившихся только несколько лет назад, в этом году? Или вот когда всё это началось? Я бы сказал так, как прозвенел будильник. То есть календарь мая, я не помню, в каком-то году было. Но это с того момента, да, уже в 2000-х годах всё это началось. Начали рождаться такие дети, да? Да, 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 потому что я смотрю по отношению к детям, которые даже там ранее рождались, совершенно, конечно, всё по-другому. Ну вот не секрет, что для подрастающего поколения, для детей, для подростков сейчас основной темой их жизни стал в том или ином виде интернет. Это дети, которые полностью ориентированы на онлайн пространство. Часто их больше вообще ничего не интересует, не интересует общение со сверстниками, какие-то игры в реале, в реальной жизни. Они полностью находятся там, и чем дальше, тем больше, причём с самого раннего возраста. Как вы к этому относитесь? Ну, я бы так сказал. Это привязка, привязка глобальная. Такое создавали неоднократно. Вот, ну, если мы возьмём по каким-то известным людям, тому же, по-моему, я не помню, то ли Билл Гейтс, то ли, который, ну, не ограничивает, а даёт возможность своим детям познать мир без компьютера, да, и даёт какое-то время определённое небольшое, чтобы они могли поработать с компьютером, да, соответственно, поиграть, что-то посмотреть и так далее, да. Я считаю, что ребёнка, ну, зачастую тут виноваты родители, потому что им некогда, да, они работают, вечером они приходят, соответственно, устают, мало уделяют времени ребёнку, поэтому ребёнок из-за этого погружается в мир, вот как раз онлайн, вот этого всего. То есть, вот это всё заменяет ему родителей. Вот это на самом деле плохо, потому что контакт теряется, и ребёнок начинает познавать мир с помощью сети и всё, что там есть. Вот. Ну, у него нет возможности поговорить с родителями обо всём, да, а он узнаёт это, соответственно, от своих сверстников, от людей старше его, да, от каких-то видеокартинок и так далее. Вот. Всё это, ну, как я уже сказал, это привязка. И всё это убирается, и ребёнка можно воспитать, что он будет понимать, что это всё зависимость. То есть, я бы так сказал, насильная зависимость, да, чтобы сделать наших детей более управляемыми, да, потому что если посмотреть по последним событиям, когда у нас, например, в России, если мы видели, там были группы смерти, даже, то есть в социальных сетях, когда дети просто наслушались соперникам, как своих сверстников, уходили из жизни, то есть самостоятельно. То есть это были группы самоубийц, по сути? Да, группы самоубийц. Да, потому что вот один какой-то мальчик, который был обижен на весь мир, соответственно, родители ему не уделяли такого внимания, вот, создал такие группы. И всё, и то есть и дети, они, дети идут за кем-то, за каким-то примером. Вот этим примером должны быть ему родители, а не то, что он видит в социальных сетях и вообще в сети интернета. Я думаю, первоначально стоит вносить. Да, а потом, когда ребёнок вырастает, он уже всё равно как-то больше осмысливает, почему вы ему это запрещаете. То есть первоначально понятно, что он не поймёт вас. Да, он будет как-то выяснить и так далее. Но когда вы покажете ему объективный пример того, что можно мир видеть совершенно другими глазами, и со стороны компьютера, и дома, а выходя на улицу, бывая где-то, наблюдая за людьми, за всем, наверное, показывает больше мир, который есть в реальности, а не в сети. Да, и поэтому на первоначальных этапах я бы, наверное, посоветовал ограничивать. А дальше они уже сами разберутся. Да, а дальше они уже сами разберутся, потому что у них будет пример. А так как у них примера нет, и они смотрят на своих сверстников, соответственно, да, они делают то же самое. Иногда даже совершенно не обдуманно, потому что на энергетическом уровне вот эта структура привязок, которая существует, то есть ее можно очень быстро схватить, да, это как уже некая такая живая структура, которая развивается. Еще это люди называют игрой, играми и так далее, да, но иногда, конечно, это люди создают специальные, а это уже те, которые умеют управлять энергии, да, но я думаю, эфир будет не об этом, а что сегодня. Вот, и поэтому вот как-то так. Я хочу в контексте детей затронуть еще одну такую острую тему. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас в мире и через интернет, через другие средства массовой информации, через телевидение, да и просто через систему воспитания в школах, причем практически по всему, во всем, скажем так, развитом мире, пропагандируется раннее развитие сексуальности у детей. Это особая такая тема. Идет речь о вседозволенности, с одной стороны, а с другой о том, как предохранить себя, ну, неких нежелательных последствий ранних сексуальных контактов, и одновременно о том, что все это допустимо, возможно, никаких запретов нет. Это как бы одна сторона медали. Другая сторона медали – это религиозные запреты, где идет речь о том, что наоборот, все это бездуховно, грешно, что это ведет к адским мукам. И в пику вот первому там совершенно другая ситуация, там, так сказать, строгие, строжайшие запреты, где нельзя все и вся. Как, на Ваш взгляд, нужно воспитывать детей в этом плане? Нужно ли искать какую-то золотую середину? Нужно ли, опять-таки, предоставить все это им самим, для того, чтобы они сами разобрались, если они, как Вы сказали, после 2000 года, уже во многом в каких-то духовных вещах развития, чем их родители, чем взрослые? Вот как с этим быть? Потому что ведь природа берет свое, и в подростковом, в раннем возрасте это очень актуальная тема. Ну, я бы сказал так. Если берем это глобально, то это создано даже не людьми. Все это для того, чтобы опять управлять людьми. То есть, не важно, какого ты возраста, опять же, потом мы берем наши правители, наши государства, которые как раз через них все это и делается. То есть, им не нужен человек грамотный, рассуждающий, думающий. Им нужен человек просто делающий, бездушный, бездумный, который просто делает. Поэтому все сейчас идет вот к тому, то есть, система некая, которая была запущена, она цепляется последними уже моментами, чтобы как-то пытаться остановиться и закрепиться здесь. Но это будет система уходить, и она вообще уйдет полностью. Я прошу прощения, правильно ли я вас понял, что мы сейчас, по сути, говорим, ну вот упомянули идею, она есть и в религиозных источниках, о том, что я уже назову вещи в большей степени своими именами, что некие темные силы постепенно теряют контроль над ситуацией на Земле, и в агонии цепляются за все, что попало, пытаются хоть как-то удержаться, но их время как бы подходит к концу, и поэтому эта борьба становится все более ожесточенной, и во многом она как раз сводится к тому, кто завладеет умами подрастающего поколения. Так ли я понял? Да, все верно, но что значит заглодеть умами детей, да, я думаю, что у них этого не получится, потому что сейчас запущены другие совершенно программы, которые будут просто совершенно в корне отличаться от этого всего. Старые программы будут уходить, ну, почему говорю программы, потому что все в нашей жизни – это энергия, даже мы сами, это энергия, ну, нашему видению мы видим это как плотную материю, соответственно. Вот. И все, что у нас происходит в мире, создается уже зачастую больше не нами, создается, это свыше, это как действительно некие огромные глобальные программы, вот, есть также и создают как раз некие, как вы называете, темные силы, деструктивные программы, вот как раз, да, которые и пытаются закрепиться, пытаются влиять на людей вообще, да, чтобы получать энергию. Я немножко коснусь этой темы. Почему так вообще происходит? То есть, если вы заметили, к примеру, да, высвободить, ну, подобные сущности, которые создают такие деструктивные программы, они все питаются энергией, да, чтобы высвободить энергию, соответственно, да, нужно влиять как-то, да, на человека. То есть, используя влияние, человек начинает слабнуть, начинает слабнуть его энергетика, да, это происходит, к примеру, из-за физического состояния, эмоционального, да, когда даже используя мысли во время человека, да, подобная сущность может вытягивать энергию, да, потому что это его источник питания. И, я бы сказал так, здесь нужно контролировать себя, чтобы этого не происходило, потому что контроль над собой и над всем, что ты делаешь, позволяет как раз тебе побороть все это. Могут ли здесь помочь? Все это, конечно, будет сходить на нет, поэтапно, постепенно, понятно, что мир не сразу строился, и изменения ему тоже будут не сразу. Они будут постепенными, в какой-то мере иногда плавными, да, иногда очень быстро. Да, но все это будет уходить, опять же. Поэтому здесь я бы посоветовал бы все-таки уже устоявшийся, вот, как сказать, источник брака, семьи, половых отношений и так далее. То есть объяснять, попытаться родителям, ведь все это происходит из-за того, что, в основном, я же говорю, родителям нет дела на своих детей, они работают. То есть человек проживает даже не свою собственную жизнь, он проживает вот эту жизнь как робот. Ну то, что его заставляют делать в социуме. Да, 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 да. То есть именно детей остается очень много времени, поэтому я бы посоветовал побольше времени проводить с вами детьми, побольше с ними общаться, побольше говорить с ними, слушать их, да, и понаблюдать за ними. А как вы относитесь к идее о том, что вот, ну, существует такое убеждение, что нужно вообще сегодня стараться отгородиться от современного социума, особенно его западной модели, вот со всеми этими, в кавычках, благами цивилизации, создавать некие такие более закрытые общества, общины, некие коммуны, в которых можно практиковать и духовные какие-то вещи, ну, то есть такие мини-модели, создавать общество по-новому. Или нужно продолжать всё-таки жить в социуме, но, так как вы сказали, ограждать себя, заниматься внутренними духовными практиками и как бы продолжать находиться в той цивилизации, в которой мы все живём. Ну, я бы сказал так. Для начала нужно начать с себя, для того, чтобы потом что-то уже организовывать. Постараться себя поменять. То есть не зря есть поговорка «Хочешь изменить мир, начни с себя». Да, и всё, начнёт вокруг меняться. По поводу обществ, которые делают отдельные свои поселения, живут своим каким-то образом жизни, но они в той или иной момент всё равно остаются в социуме, да, потому что они продают товары через интернет, к примеру, да. Они также находятся в социальных группах, да, то есть в соцсетях. Они всё равно вынуждены. То есть не будет такого, что они раз и полностью ушли от этого. Нет. Да, на мой взгляд, конечно, то, что они делают и правильно, и неправильно, потому что идёт сразу осуждение мира вообще. То есть не любви к миру, а осуждение мира, что есть неправильно, соответственно. Да, потому что нужно показывать, наверное, на своём примере, на, именно, как сказать даже, на позитивном примере. Да, а если подобная группа создаётся, и она потом ведёт просто активную, там, что я читаю в интернете, например, в социальных сетях, что они активно, там, кого-то обсуждают, кого-то просто унижают и так далее. То есть, ну, я не думаю, что таким путём нужно идти. Просто показывать пример, что можно идти по-другому, показывать этот пример положительным. Потому что, не спорю, все мы всё равно подвержены эмоциональному влиянию, да, какому-то, да. Мы все можем понервничать, неправильно поговорить, но в том, есть человек, что он может всё это контролировать в себе, это раз, менять в себе, это два. Да, и вот как раз на этом фоне я бы и посоветовал людям, которые организовывают такие общества, наверное, подумать и показать миру действительно правильный путь, но в том плане, что любви, любви ко всему. То есть, не просто это, как, знаете, как психиатр бы сказал, у вас шизофрения, потому что они иногда называют любовь ко всему миру шизофренией, то есть, у них всё же всё как-то вот так вот, почему-то. Нет, здесь как бы откройтесь внутри себя, миру. Не закрывайтесь. То есть, иногда, в основном, это некая оболочка, некий образ, но внутри человек совершенно другой. Вот я считаю, что нужно сначала поменяться внутренне, а потом уже меняться внешне. Ну, вот как-то так. Хотя, идея подобных обществ мне не скрою, немножко нравится. Но, в основном, то, что я вижу, не подходит моему восприятию даже. Понятно, спасибо. Ещё один вопрос. Как Вы относитесь, ну, и вообще, какие рекомендации можно дать в отношении количества детей в семье, потому что здесь опять есть конфликт между религиозными течениями и обществом. В обществе ведутся серьёзные дискуссии о контрацепции и даже об абортах, как известно. Религиозные течения, многие, наоборот, говорят о том, что вот сколько будет детей, столько пусть их и будет. И любое количество их, чем больше, тем лучше. Снова определённая конфронтация. Вот что на этот счёт? Я бы сказал так. Здесь родители должны сами для себя решить, сколько они хотят детей, смогут ли они потянуть столько детей. Поэтому я бы не ограничивался, не ограничивал бы никого бы определённым какими-то рамками, да, что это должен быть один ребёнок или это должно быть два. Да, я понимаю, что в некоторых странах находится перенаселение, но, и за счёт этого много ресурсов потребляется, но, опять же, человек вмешивается туда, куда его не бросит. Пытается как-то контролировать и так далее. То есть, я уже говорил по поводу то же самое кармического пути, да, когда я приводил пример с программистом. Вот, то есть, программист создал программу, а хакер в него лазит, запуская свой код. И, соответственно, летит вся программа. Вот здесь то же самое с человеком. Да, когда, к примеру, создатель создал что-то, а человек начинает вмешиваться, потому что на его видении или как он считает, проявляя неким своё эго, так будет лучше, и он сможет этим управлять. То есть, те процессы, где его совершенно непросто. И зачастую система начинает лететь, потому что человек не понимает, как это всё устроено и как должно быть на самом деле. Да, когда приведут ещё такой же пример, когда человек приходит, к примеру, там, к колдунник, к ведьме и так далее, и говорит, притяните, пожалуйста, мне вот там суженого ряженого, да, вот, то данная девушка не понимает, что она, куда она вмешивается, да, что ей придётся потом очень сильно об этом пожалеть, потому что в кармический цикл никто не может вмешиваться, кроме как свыше. И только наши поступки зачастую могут менять этот кармический цикл. А здесь получается насильное вмешательство, то есть, и будет потом отработка, и у девушки, которая пришла делать это, да, и тот, кто делает, соответственно. потому что зачастую смотришь, потом такие люди заканчивают очень плохо свою жизнь. А как вы тогда относитесь вообще к тому, что люди обращаются в совершенно разных ситуациях, ну, и связанных со здоровьем, и с благополучием, и с прочими вещами за помощью к специалистам, к экстрасенсам, к гадалкам, к тем, кто, ну, имеет отношение некое к эзотерике? Во всех ли ситуациях это является вмешательством в кармический цикл, или в каких-то случаях это допустимо? Если ты вмешиваешься без приглашения, соответственно, да, человек тебя не попросил об этом. Ну, и здесь нужно смотреть, смотря что. Если это здоровье, то здесь нет ничего плохого. А если ты уже хочешь поправить свои какие-то финансовые, ты захочешь управлять кем-то, ты захочешь себе какую-то карьеру и так далее, да, то здесь уже это сразу это деструктивные программы, которые человек вносит во все это. Да, когда человек очень сильно болеет и он соответственно молится, просит высшие силы помочь, да, и возьмем пример, потом человек случайно совершенно увидит где-нибудь в социальной сети или в интернете объявление, где, к примеру, какой-нибудь целитель проводит приемы. Он решает пойти к нему, соответственно, да. если такая мысль появилась в голове человека, она появилась не зря, да, потому что все, что мы делаем, говорим и думаем, все это все равно наверху видно и слышно. Да, и нас направляют. А когда ты это делаешь с корыстной, с корыстной какой-то целью обогатиться, либо что-то заявить, вот здесь наверное намерение, я бы так сказал, очень важно. И вмешательство, я же говорю, здесь, если человека не просят об этом, вмешиваться нельзя. То есть, если человек не просит об этом, если он попросил, тогда нужно сначала внимательно посмотреть, что это за просьба и что он просит. Дай уже потом решить, будешь ли ты помогать или нет. Но зачастую, когда идет вот такое негативное вмешательство, деньги и так далее, я говорю, что человек потом будет это отрабатывать. И тот, кому это делали, и тот, кто делал. Потому что от кармического цикла еще никто не уходил, никуда. Понятно. У меня на самом деле наверное уже последний вопрос. Постепенно время нашей передачи подходит к концу. Еще раз возвращаясь к проблеме детей, есть ли какие-то книги, какая-то литература, которую вы порекомендовали бы почитать, связанную с воспитанием, с образованием детей, или может быть какие-то материалы в интернете, каких-то авторов, которые вы советовали бы посмотреть и изучить в этом контексте? Вы знаете, я когда начал свой путь развития, я отошел вообще от всех книг. То есть я только получаю информацию с высшей и только с ней взаимодействую. То есть получаю эти знания. Поэтому по поводу книг, какой-то литературы, какого-то автора я не смогу вам посоветовать. Я бы сказал так, побольше времени нужно находиться с своим ребенком, наблюдать за ним, контактировать с ним, общаться, внимательно смотреть, как он, что он делает, помогать ему, когда он просит. И не потребуется никакой книги и никакого автора, чтобы его послушать, потому что каждый автор будет высказывать определенное свое мнение и иногда это мнение очень искажено определенными обстоятельствами. Это собственно мэго, собственными неправильными какими-то понятиями и так далее. Поэтому я думаю, что интуиция каждый человек может без любого автора послушать своего ребенка, понять его, погрузиться в его проблему, побыть с ним вместе. Для этого не нужен ни психолог, ни психиатр, ни какая-либо другая какая-то книга. Можно ли говорить о том, что опять-таки в такой открытой книгой являются сами дети и можно эту информацию так сказать? не зашорены, не зашторены социумом и в них есть вся эта чистота источника, вся эта информация, которая доступна и им самим, и их родителям, их окружению. В каком-то возрасте это прекращается? Можно ли как-то определить такие возрастные рамки? Я бы сказал так, 70 лет. Да, когда ребенок познает мир через внутреннюю призму. Да, уже потом идет навязка социума, соответственно. Чем ребенок старше, тем навязка все больше и больше и больше. Рамок больше, обязательств больше, то есть так далее. потому что мы все в этом живем, но приходится нам мириться с этим, я бы так сказал. Поэтому все-таки повторюсь, заглядывайте больше в себя. Мы всегда ищем знания где-то везде, извиняюсь, везде, где только можно. То есть это книги, это социальные сети, это любые какие-то видео и так далее, это презентации, семинары какие-то. А мы забываем, что наш внутренний учитель внутри нас, наш собственный дух, наше подсознание, которое имеет, если работать с этим, раскрываются уровни твоего подсознания, и ты высвобождаешь свое прошлое воплощение, ты можешь с этим работать, учиться и так далее, потому что мы проживали уже не одно воплощение. Поэтому наш главный учитель внутри нас, а мы ищем учителей везде снаружи. То есть как-то на мой взгляд совершенно неправильно, наверное. Какой самый лучший способ освободить в себе своего внутреннего ребенка, который там наверное у каждого есть, где-то внутри живет, просто он спрятался, и возможно можно получить к нему какой-то доступ независимо от возраста. Есть ли какие-то рекомендации? Да, есть. Вот как раз побольше погружаться в себя, то есть концентрироваться внутри себя, к примеру, да, вот вы медитируете, вы погружаетесь внутри себя, концентрируетесь, да, и пытаетесь связаться. Что такое наш внутренний ребенок, это все-таки наш дух, который живет внутри нас, да, и стараться установить с ним контакт, послушать, ощутить, что он вам говорит, потому что зачастую, вот я смотрю, это называется интуицией, на самом деле это как раз идет от нашего духа, он вам подсказывает, а вы его не слышите. Вот эта интуиция, когда, ну, примерно, должно, чтобы произойти что-то хорошее, и внутри вас, знаете, непонятные ощущения, какие-то происходят, какой-то вот благости, радости, да, это значит то, что что-то скоро должно случиться очень хорошее, иногда человек чувствует уже внутри себя, что должно произойти что-то плохое, те, кто этим занимается, соответственно, имеет с этим контакт, он уже установил контакт со своим духом, и может понимать, что должно произойти. Здесь я вам посоветовал больше погружаться в себя, мы ищем все снаружи, но не внутри. Хорошо, спасибо огромное вам за интересный рассказ, я думаю наших зрителей и слушателей могут возникнуть дополнительные вопросы, тогда мы на них обязательно ответим в наших следующих программах. Благодарю вас, спасибо еще раз и до следующих встреч. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.